Еще в начале 80-х годов одной из первых, кто начал изучать это явление, была канадская исследовательница Виверс. У нее была целая книга, как раз монография. Она изучала семьи качественными методами, именно семьи, такие законные браки, в которых совершенно сознательно люди отказывались от того, чтобы рожать детей. Она опрашивала и мужа, и жену, и пыталась понять, почему они так решили. То есть этот термин связан с тем, что люди фертильны, они здоровы, репродуктивны, но они просто не хотят иметь детей по тем или иным причинам. Виверс, она тогда вот еще выявила два типа этих людей, как она их назвала. На самом деле эти типы очень похожи на какие-то вот маркетинговые вещи, потому что это реджекторы и аффекционаду, как она их называет. Реджекторы – это значит люди, которые отвергают категорию. В данном случае категория – это дети. То есть им неприятны дети, им неприятно все, что связано с процессом, женщинам там неприятен, и мужчинам тоже. Беременность, процесс грудного вскармливания, роды, естественно, ужасные вызывают у них ассоциации, они боятся их, не хотят, и, в общем, им это все не нравится. Им даже не нравятся сами маленькие дети. То есть в большинстве людей как-то что-то такое еще биологически заложено, и социально тоже, что маленькие дети, в принципе, вот какой-то, ну так же, как котики там, розочки и так далее, вызывают какие-то позитивные эмоции. А у них нет, не вызывают. Но таких людей, в принципе, немного. С другой стороны, они, наверное, были всегда. Просто это до эпохи, там, вот этой вот сексуальной революции 60-х годов и воспоследующего развития феминизма, и не только феминизма, а самых разных вот таких идеологий, раскрепощающих человека. Наверное, может быть, кто-то просто не смотрел вглубь себя, может быть, смотрел, но никогда не говорил об этом вслух. Но я так думаю, и другие следователи так думают, что, в принципе, если вот они были реджекторами, то люди всегда умели избегать этой ситуации. Иногда причем, ну, какими-то даже самыми несимпатичными способами, вплоть до детоубийства. Ну, более легкие варианты они касались, им приходилось, пока не было контрацептивов надежных, наверное, отказываться еще и от секса, например, уходить в монастырь или просто оставаться вне брака. Поскольку в Западной Европе, как известно, давно существует европейский тип брачности, то сейчас уже, можно сказать, не существует, все изменилось. Но где-то там с 1600 года он начал развиваться. Это связано с тем, что очень большая часть людей остается вне брака. То там местами доходило и временами до 40%. Например, в Ирландии этого очень долго не было, а после картофельного голода очередного в 1830 году у них 40% сразу резко перестали вступать в брак. Ну, это не обязательно было связано вот именно с экономическими причинами. Ну, скажем так, люди, не вступающие в брак, они не встречали общественного порицания. Это был вариант нормы. Это можно и по классической литературе видеть, и по статистике. И как бы существовали всегда альтернативные варианты, как можно устроить свою жизнь и старому холостяку, и даже старой деве, в общем-то. Не так уж это было прям смешно, и не так уж это прям общественно порицалось, если это была достойная женщина, которая вела достойную жизнь. А в Восточной Европе и во всем остальном мире такого явления не было. То есть у нас очень долго там только 2% людей в брак не вступали. Вот, во-первых, переписи в России, в 1896, кажется, году, только 2% не вступали в брак. Но это надо учесть, что среди дворян, среди правящего класса, в принципе, довольно многие не вступали в брак. Ну, просто их было очень мало. А среди крестьян, вот, практически никто. Ну, как говорят современные ученые, наши демографы. Что только коллеги какие-то и, в общем, скажем так, социально нежелательные люди, там, умеющие плохо работать, если брать там крестьяна или еще какие-нибудь, в общем, больные не вступали в брак, а все остальные вступали. Вот. Это касается России, всей Восточной Европы. В Финляндии уже, например, было не так. То есть граница шла, так, Санкт-Петербург-Триезд между этими двумя типами брачности. Но это, так сказать, небольшой исторический экскурс, или он уже большой, не знаю. А что касается, значит, реджекторов, то вот они всегда, ну, по крайней мере, в каких-то культурах, они всегда могли уйти вот в это. А аффиксионада, это от слова affection, то есть аффиксион, смотря какой язык, вообще аффиксионада, это, я так понимаю, испанское какое-то слово. Это люди, которые не испытывают никакого отвращения к детям, но просто они, им нравится бездетный образ жизни. То есть в наше время, когда, ну, в наше время, имеется в виду такая вся современная эпоха, там, начиная, опять же, с тех же 60-х годов, когда ослабело нормативное давление, что все должны быть одинаковыми. И оказалось, можно выбирать образ жизни, стиль жизни, и можно путешествовать, можно там творчеством заниматься. Ну, собственно, у творческих людей тоже очень часто не было детей, и в более раннюю эпоху. Это не значит, что они детей ненавидели, они их иногда очень даже любили, но просто не хотели их растить. Это может быть связано с любыми аспектами образа жизни. Вот у Виверс в исследовании были даже домохозяйки, которые просто не хотели, чтобы дети портили им дом. Ну, вот они навели идеальный порядок, они сделали очень красивый дом, и они говорили, или у нас будет nice house, симпатичный дом, или у нас будут дети, вот пусть лучше будет nice house. То есть люди, которые просто хотят красиво, беззаботно жить. И иногда они, в принципе, даже и не против того, чтобы были какие-то дети, но просто они говорят, ну да, нам нравятся дети, но мы можем взять их взаймы у соседей на пару часов, и нам этого достаточно. Или у моих, у моего брата, у моей сестры, у них есть дети, этого достаточно. Дальнейшие исследования, ну вот, как я сказала, Виверс, это были 80-е годы, в принципе, подтверждали примерно то же самое. То есть подтверждали то же самое деление, то есть либо люди, имеющие отвращение к детности, либо очарованные бездетностью, то есть образом жизни. То есть им важно не то, что дети им не нравятся, а то, что без детей очень хорошо. А потом добавились, это уже 2003 год исследований, потом еще 2008, по-моему, было, на счет того, что вот еще получилось, что фактически есть еще два типа, которые можно с натяжкой отнести к child-free. Это такие волнообразные отказники и постоянные откладыватели. Это мои такие довольно неуклюжие переводы с английского, но, в принципе, суть именно в этом. То есть это люди, которые ведут какие-то журналы в интернете, дневники в смысле, там, ну это уже у кого как называется, и пишут там, ой, как я хочу ребенка. Ой, нет, уже я не хочу совсем. Ой, опять очень хочу. Ой, нет, опять не хочу. Ну вот это вот никак не могу решить. И так они никогда и не могут решить. И в условиях надежной контрацепции они очень надежны, а так никогда и не имеют детей. И то же самое постоянные откладыватели. То есть у нас сейчас распространено откладывание в России, в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах, да и вообще, наверное, в России в целом, хотя тут мне это сложнее сказать, люди стремятся сначала делать карьеру, сначала очень хорошо жить, а уже потом рожать детей, может быть. И очень часто, ну не очень часто, а в ряде случаев, а может быть и очень часто, они вот откладывают, откладывают, а потом вдруг они начинают думать. Ну вот все время потом, потом, а может никогда. И это вот постоянное потом перерастает уже в такое никогда. Или они становятся бесплодными, или вот так происходит. Ну бесплодные это уже, конечно, не child free. Просто они понимают, что они уже настолько вросли в тот образ жизни, в котором они живут, что в принципе дети сюда уже не впишутся, им это все уже не надо. С другой стороны, конечно, бывают люди, которые именно там в 35-40 лет вдруг внезапно реально очень сильно начинают хотеть детей, и их рожают. Это подводит нас к следующей теме. То есть это действительно навсегда, если человек 20 лет, говорит, я не хочу иметь детей, не буду, не стану. Это неправда. Ну для кого-то правда. Это вот есть на эту тему австралийское исследование. Там приходили к одним и тем же людям, оно выборочное, количественное, два раза. Сначала пришли, когда им там было около 20 лет в среднем, и спросили, вы хотите иметь детей, не хотите, или вы точно не знаете. И потом пришли к ним примерно через 9 лет, даже точно через 9 лет. И оказалось, что из тех, ну, меньшинства, которые сказали, мы не хотим иметь детей, некоторые уже стали родителями все равно. Самое интересное, что из тех, которые говорили, мы хотим иметь детей, даже не сомневаемся, а хотим, некоторые не просто не стали родителями, а к этому времени уже стали child free. То есть это все может меняться в течение жизни. Занятно то, что, вот скажем так, биологический момент, это тоже играет роль. То есть некоторые женщины около 40 лет, мужчины около 50, которые всю жизнь говорили, вот это так хорошо, не иметь детей, я не хочу их иметь, вот я child free, child free, child free. Они начинают вдруг об этом сожалеть и говорить, вот что же я так, почему же у меня нет детей. Это удивляет, конечно, но, с другой стороны, ведь родители тоже могут об этом пожалеть. То есть вот они растили детей, родили детей, и это не всегда был их осознанный выбор. Иногда они шли за социальной нормой, и, в общем-то, не были счастливы от своего родительства, и, скажем так, пожалеть можно обо всем, как о сделанном, так и о не сделанном. Есть такое, на самом деле их много, есть сообщество child free в интернете, они разные, некоторые просто, ну, скажем так, тусуют, собираются в группы по интересам и вместе вот так живут. А вот это самое знаменитое наше русское, ru child free в интернете, оно сейчас уже весь очень мало активно. И его пик активности где-то на 2006 год вообще пришелся. И тогда, да, там было очень много разной философии, но она была немножко, скажем так, тогда еще можно разделить на child free и child hate, то есть ненавистники детей. То есть они очень любили некоторые из них пройтись вот в этом направлении и рассказать, а вот я выгнала ребенка там из очереди, ой, как здорово. Там, ну, и любили изобретать для детей и для родителей какие-то очень неприятные, оскорбительные слова. Или там задавать задачки, вот смотрите, на корабле 10 здоровых мужчин, а женщина с ребенком, корабль тонет, одна шлюпка, кого вы будете спасать. Вот. И это, то есть они как-то ставили это все в такие нестандартные условия. Они, в общем, ну, скажем так, создавали нестандартную ситуацию, чтобы люди выбирали как-то тоже нестандартно. Они, да, они создавали какую-то философию, но я бы сказала, что она была очень зеркальной по отношению к тому, что мир, в общем-то, как бы, как им казалось, им говорил о том, вот, что они все должны иметь детей. А на самом деле мир это уже перестал говорить к этому времени, как показывают опросы даже в России. То есть, в принципе, люди даже довольно-таки толерантно относились к тому, что вот кто-то может не хотеть иметь детей, говорили, что их вполне можно понять, детей в наше время расти, и трудно, и так далее. Я бы сказала, что это вот группа, которая была в Life Journal, но они все-таки исключения. Это не есть большинство Child 3. То есть большинство просто тихо сидит на своем месте и просто не рожает детей, и ничего другого не делает, и не пытается даже ничего про это сказать. То есть большинство не являются носителями вот этой вот обязательной философии. То есть внутри лежат вот эти простые вещи. Либо им неприятен сам процесс, либо им не хочется себя отягощать, или они считают, что их образ жизни несовместим с тем, чтобы быть родителями. Есть еще такая ситуация, тенденция, например, в Соединенных Штатах Америки, что когда начиналось это движение, это были люди с более высоким уровнем образования, особенно женщины, атеисты, как правило, и либо единственные дети в семье, либо старшие дети из многодетных семей. То есть главное, что уровень образования и нерелигиозный. Через 10 лет это все стало уже распространяться на самые разные группы людей, и на необразованных, и даже на религиозных. Хотя, казалось бы, там Господь велел делиться, размножаться и так далее. И люди совершенно спокойно уже могут сказать, да нет, ну зачем я буду рожать, это же просто вот там типа разорвать свой организм пополам. Мне просто жалко свое тело. То есть в основе большинства людей достаточно простые какие-то вещи лежат. Философия, которую они выдумывали, ну она так местами интересна, но они же были весьма агрессивны, и любых людей, которые пытались с ними разговаривать, если это не были точно такие же люди, как они, они как-то вот прогоняли. И поэтому, возможно, они и заглохли в конце концов. То есть фактически сейчас же там очень мало кто и что пишет. То есть я бы сказала, что это такое особенное крыло, ничего такого, в общем, выдающегося, не представляющегося. Может быть, я не права. С феминизм это связано очень определенным образом. Это связано с тем, что быть матерью для женщины означает гораздо больше вложений, инвестиций, времени, сил и биологических, и финансовых, и любых, любых, любых самых разных в детей, чем для мужчины, например. Поэтому, да, со стороны феминисток, ну, например, та же Соломи Фаерстоун, тоже в начале 70-х годов, она такая феминистка-марксистка была, она, по-моему, еще даже жива. Но, в общем, она в определенный момент оказалась в сумасшедшем доме, но это ничего такого, в общем, кто, собственно говоря, здоров, это я бы не сказала, что это должно не что-то определенное говорить. Но тогда она еще была вполне в себе, и она писала огромную книгу об этом, и она предлагала женщинам взять, как бы, ну, как Маркс предлагал, или, может быть, уже его последователи, средства производства экспроприировать, она предлагала женщинам экспроприировать свои тела и перестать производить детей, пока человечество не изобретет что-нибудь, чтобы делать детей каким-то другим способом, не таким тяжелым для женщин. То есть она, собственно, и другие феминистки в то время, они считали, что уже сам процесс беременности, родов и грудного вскармливания, это слишком много от женщины берет, слишком сильно ее меняет, и мешает ей просто жить свободно и быть человеком, как она говорила. И, ну, в общем, так или иначе, это все вокруг этого, потому что в современные вот эти наши консервативные повороты, то есть то, что женщина должна сама заниматься своими детьми, все меньше ей помощи со стороны общества, и идеологически это так, это тем более способствует выбору бездетности у женщины, если она хочет чего-то другого в жизни. То есть вот если нельзя сделать так, чтобы материнство было только одной из сторон жизни, и считать, что ты это делаешь одной левой рукой, а правой в это время ты делаешь что-то еще, а ногами и головой вообще что-то третье, то тогда тем тяжелее, собственно говоря, на это решиться. То есть, возможно, те изменения, которые в нашем обществе произошли, именно в российском, после распада Советского Союза, потому что у нас стало на самом деле больше бездетных женщин, и, скорее всего, это связано отнюдь не с бесплодием, а с тем, что люди не хотят рожать. Это связано именно с тем, что это стало личным делом каждого. А раз это личное дело каждого, то этот каждый, он может, в общем-то, хорошо подумать и решить, что «а мне тогда это не надо». Потому что от женщины это больше берет, чем это ей дает, кратко говоря. И, кстати, тут еще невозможно, еще один гендерный момент не упомянуть. Среди child-free мужчины, как правило, менее образованные, имеют меньший доход, чем мужчины детные. А у женщин все наоборот. То есть женщины более образованные, с большим доходом, оказываются бездетными по всей совокупности причин. Ну, то есть они выбирают карьеру. А мужчины часто просто, наверное, плывут по течению, ну, в общем, по-разному. Среди, наоборот, более богатых мужчин больше тех, у кого много детей от разных женщин, как мы знаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!